Самое страшное не то, что коня там уберут, а страшное, если вместо него там что-нибудь непонятное прилепят. Что будет на новом гербе Барнаула, экскурсоводу и блогеру Антону Кокорину представлять не хочется. Еще в 2019 году регионам поручились завершить регистрацию официальных символов города в Геральдическом реестре с учетом актуальных замечаний и требований. Барнаульский герб, как оказалось, не проходит по всем канонам. Например, Геральдический совет рекомендовал исключить коня. И все-таки как символ Барнаула главнее печь. А сейчас по композиции кони печь равноценны и визуально спорят. Поэтому считаю, что чисто визуально без коня будет лучше. Историю нельзя менять. Оставьте в покое гербы коня. Других проблем нет. Неправильно убирать оттуда коня, потому что, ну да, мы действительно не являемся частью Томской губернии. По факту, если мы это уберем, фактически мы сотрем очень большой кусок истории. И самое, что смешное, что никому практически 300 лет этот конь не мешал. Ну тут, видите, нужно изменить. Я не понимаю вообще зачем. Документ подтвержден, подписан, собственно, его императорским величеством. В архиве нам пояснили, герб Барнаула был утвержден императором Николаем Первым 8 мая 1846 года. Почти за 200-летнюю историю он претерпел некоторые изменения, но несущественные. Сегодня герб – это французский щит, разделенный на две части. В первый – серебряный конь, символ подчинения Барнаула Томской губернии. Внизу – доменная печь, которая олицетворяет Барнаул как горнозаводской центр. Геральдическая комиссия России не приняла наш герб еще и в 90-е годы. И еще в 1996 году вставал вопрос о том, чтобы принять соответствующий нужным канонам геральдическим правильный, скажем так, герб. Но это не было проведено в жизни, и сегодня снова встал этот вопрос. По мнению историка Данила Дегтярева, гербы историчны. Нет ничего плохого в том, чтобы подчеркнуть. Барнаул – это часть Сибири. Когда-то он входил в одну из крупнейших сибирских губерний. Что такое герб? В средние века, когда не было вот таких, скажем, развитых средств коммуникации, герб – это был символ, который обозначал человека, город, вот какую-то общность. И по нему сразу было понятно, кто ты такой. Сейчас это не нужно. Сейчас герб – это просто красивый знак. Все, никакой практической значимости у герба нет. Да, возможно, какие-то там есть строгие правила геральдики, но зачем сейчас их применять? Зачем? Зачем тратить деньги на исправление огромного количества печатей, документов? Историки и общественники говорят, сейчас все в руках жителей. Будут ли они отстаивать герб своего города или нет? Так кто на этот раз примет решение, его величество, как почти 200 лет назад, или горожане, покажет история. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.